Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о темных тайнах успеха Аллы Пугачевой и символике в ее творчестве. Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева долгое время была одной из самых влиятельных личностей в отечественном шоу-бизнесе. Ее знали и любили не только в России и на постсоветском пространстве, но и по всему миру. Казалось бы, популярность певицы вполне объяснима, ведь она обладает талантом и природной харизмой. Вот только этих качеств совсем недостаточно для того, чтобы стать звездой подобного масштаба. В творчестве Пугачевой, начиная с 70-х годов, присутствует огромное количество известной символики. Сама же Примадонна, под видом шутки, неоднократно говорила об истинных причинах успеха и всенародной любви. Алла Пугачева родилась в Москве 15 апреля 1949 года. С 7 лет она занималась в музыкальной школе, а затем поступила в музыкальное училище имени Ипполитова Иванова. Будущая артистка выступала в составе творческих групп и коллективов. До определенного этапа она действительно добивалась всего своим трудом. Переломным моментом в судьбе Аллы Борисовны стало сотрудничество с известным композитором и продюсером Павлом Слободкиным. Тогда Пугачева стала солисткой ансамбля «Веселые ребята». Настоящий успех пришел к Примадонне после исполнения песни Орликина на 11-м международном песенном конкурсе «Золотое орфей» в Болгарии. После этого Алла Борисовна начала гастролировать по зарубежным странам и получать приглашение на главные мероприятия СССР. Скорее всего, именно тогда звезда и заключила сделку с темными силами. Если внимательно посмотреть клип 1976 года на песню Орликина, можно заметить, что уже там присутствует символика иллюминатов. Так, Пугачева изображает жест молчания, означающий, что тайны никогда не станет явным. Сама по себе песня повествует о представителях шоу-бизнеса, которые являются марионетками в чьих-то руках и вынуждены исправно играть свою роль. В других творениях Аллы Борисовны времен советского периода также можно найти символику иллюминатов. Одним из самых показательных примеров является ее выступление в детской передаче «Будильник» с песней «Волшебник-недоучка». Во время номера Пугачева дважды складывала руку в жест триумфа дьявола. Кроме того, артистка прикрывала шляпой глаз, подчеркивая тем самым символизм всевидящего ока. Среди рисунков за спиной Аллы Борисовны можно было увидеть белого кролика, прикрывающего лапой рот. С одной стороны он является символом адренохрома, с другой стороны белый кролик дает отсылку к масонской сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В ней данный персонаж был неким проводником в мир, скрытый от человеческих глаз. Тот факт, что во время выступления Пугачева постоянно подкидывала и перебрасывала глобус из одной руки в другую, символично говорит о том, что наша планета является лишь игрушкой в руках элит. Помимо прочего, на одном из моментов Примадонна держала в руках перевернутый учебник русского языка. Обратное прочтение могло намекать на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании песни Аллы Пугачевой «Волшебник-недоучка в обратную сторону» нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов. Пугачевой «Волшебник-недоучка в «Волшебник-недоучке»» «Волшебник-недоучка в «Волшебник-недоучка в «Волшебник-недоучке»» Таким образом, в детской песне говорится о сделке с дьяволом, присутствии демонических сущностей среди людей и готовящихся испытаниях для народа. В период 90-х и начало 2000-х в творчестве Аллы Пугачевой стало появляться еще больше символики. К примеру, в клипе на песню «Осенний поцелуй», снятом в 1992 году, явно подчеркивается символизм всевидящего ока. Активно прикрывает один глаз Примадонна и в клипе 1994 года на песню «Не делайте мне больно, господа». В музыкальном видео на песню «Непогода», снятом в 2000 году, присутствуют отсылки к идее о нереальности нашего мира. То же самое можно сказать о ролике на песню «Свеча горела на столе», премьера которого состоялась в 2001 году. Соответствующие программы транслировались Примадонной и со сцены во время ее концертов и выступлений. Отдельного внимания заслуживают ценности, которые Алла Борисовна несла в массы. В своих клипах она постоянно курит и употребляет горячительные напитки. За спиной у артистки пять официальных браков и огромное количество романов. С Филиппом Киркоровым Примадонна венчалась в церкви, что изначально не предполагает развода. Таким образом, своим примером Пугачева дает добро на разгульную жизнь и обнуляет значимость церковных традиций. Наблюдая за карьерой и творческой деятельностью Аллы Борисовны, несложно заметить, что с определенного момента она стала выполнять роль некоего контролера, выдающего начинающим артистам пропуск в мир шоу-бизнеса. Среди исполнителей, обязанных своему успеху Пугачевой, можно выделить Филиппа Киркорова, Максима Галкина, Сергея Зверева, Григория Лепса, Диму Билана, Леонида Агутина, выпускников всех фабрик звезд и многих других. В романе Виктора Пелевина «Ампир Ви», по которому в 2021 году был снят одноименный фильм, Алла Пугачева описывается как земное воплощение богини Иштар. Через нее происходило посвящение вампиры, и именно она принимала решение, подходит ли потенциальный кандидат на роль носителя в себе демонической сущности. Вполне возможно, что Примадонна на самом деле занимала в индустрии развлечений особое положение и определяла готовность людей к сделке с дьяволом. В 2011 году вместе со своим пятым супругом Максимом Галкиным Пугачева переехала в огромный замок, построенный по их индивидуальному проекту. Он представлял собой оккультное сооружение, оформленное в масонском стиле. У главного входа можно было увидеть четыре статуи гарпий, являющихся символом пороков и низменных страстей. Холл замка украшал шахматный пол, означающий у иллюминатов единство добра и зла. Помимо прочего, в доме находились странные скульптуры и предметы антиквариата. Замок Пугачева и Галкина имел потайные комнаты и подземные ходы, а потому был идеальным местом для проведения собраний тайных обществ. Что касается личных признаний Пугачевой, в одном из своих интервью она косвенно подтвердила, что ведущее место в шоу-бизнесе было даровано ей высшими силами. Я была ведома, и это многие знают, что у меня как бы открывались небеса просто для того, чтобы что-то понять. Но это великая миссия у меня дали, понимаешь? Вот только вряд ли в данных словах речь идет о божественном даре. Как и многие другие знаменитости, Примадонна утверждала, что тексты написанных ею песен приходили к ней в готовом виде. Даже стихи приходят, именно вот без всяких творческих мук, а вот в какой-то момент раз и льются. Такой эффект возможен, когда человек подключается к информационному потоку с помощью темных энергий. В интервью, которое Алла Борисовна дала Владимиру Познеру в 2012 году, певица в шутку сказала о своей готовности заключить сделку с дьяволом. Вот если бы дьявол предложил вам бессмертие без всяких условий, согласились бы? Нет! В реальной жизни договор с князем тьмы предполагает определенные условия, которые Примадонна выполняла на протяжении многих лет. Сейчас Алла Борисовна ушла с большой сцены, а после событий 2022 года переехала в Израиль. Отработав 50-летний контракт, она отправилась на заслуженный отдых. Вероятно, что Примадонна передала кому-то свои полномочия, и теперь отечественный шоу-бизнес курирует совсем другой человек. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки!